Сразу три штамма вируса гриппа могут атаковать жителей города и всей страны в этом году. И как заявили в федеральной службе Роспотребнадзора, два из них, новый и у россиян нет к ним иммунитета. Минздрав уже сообщил о готовности привить почти половину населения страны. Насколько серьезна угроза? Разбирался один из Денисов. Когда в новостях говорят о том, что в городские клиники поступила вакцина от гриппа, имеются в виду вот такие упаковки. Внутри одноразовый шприц, уже с веществом внутри, который врач может тут же применить. Сейчас, по мнению медиков, самое время ставить прививку от гриппа, поскольку угроза эпидемии в нашем регионе появляется ближе к Новому году. За это время пройдет 20-дневный адаптационный период. Ведь если верить сообщению Федеральной службы Роспотребнадзора, вирус, а точнее вирусы, уже начали ежегодное шествие по стране. В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет, которому россиян не сформирован. Но богаться не стоит. Они не менее опасны, чем те, что распространяются по стране и миру каждый год. Ведь вирус тем и сложен в профилактике, что постоянно мутирует. Поэтому и вакцины постоянно обновляются. И какой бы из штаммов не начал доминировать в крае в грядущем сезоне, актуальная вакцина защищает даже от трех разновидностей гриппа. А вот так выглядят полные номинования тех штаммов вируса, от которых защищает сегодняшняя вакцина. Можно обратить внимание, что здесь есть географические названия. Ничиган, Сингапур и Колорадо. Именно в этих регионах находятся лаборатории, которые впервые выделили определенный штамм вируса. Поставить прививку можно бесплатно несовершеннолетним, военнослужащим, пенсионерам, а также работникам медицины, образования и транспорта. Всем остальным укол обойдется примерно в 500 рублей. Лечение аптечными безрецептурными препаратами уже заболевшего организма менее эффективно, как показывают многолетние исследования. К тому же у всех препаратов есть побочные эффекты, которые также сказываются на здоровье. Ни одни другие методы, такие как народные, лечение травами, чесноком, луком, лимоном, не являются стопроцентной защитой. Они, конечно же, помогут вам, может быть, где-то предупредить заражение. Они могут быть полезными в сезон гриппа как общие укрепляющие средства. Но вакцинация является наиболее эффективным средством защиты. Но опять же не стоит забывать, что от общереспираторных заболеваний прививка не предохраняет. А между ними и гриппом разница огромна. При инфицировании последним даже у самых стойких не всегда хватает сил просто с постели подняться. К тому же, прививаясь, человек не только защищает себя, но и делает безопаснее среду вокруг. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал.